Здравствуйте, в эфире студия Репортер, ее проведу я Константин Гречаны. Два года исполняется государственной аудиторской службе и вот сейчас как раз ведомство находится на этапе реформирования. Чем это обусловлено, мы поговорим с нашими гостями студии. К нам сегодня пришли Олег Муратов, начальник Южного офиса Госаудитслужбы. Здравствуйте. Татьяна Боровкова, начальник управления контроля и внутреннего аудита Госаудитслужбы Украины. Здравствуйте. Доброго дня. И Игорь Валянский, директор департамента стратегического планирования и отчетности также государственной аудиторской службы Украины. Витаю вас. Витаю. Игорь Романович, давайте почнемо с вас. Вот у вас наибольшие актуальные питания. Чим викликано реформирование государственной аудиторской службы и, власне, финансовой инспекции? Питание, когда вся государство реформуется и у нас идут реформирования у всех галузях народного господарства, абсолютно логичным є те, что и наша служба повинна модернизоваться и повинна здобувати кращу модель своєї діяльності. Якщо ми раніше намагалися максимально виявити порушення, це були ретроспективні методи здійснення фінансового контролю, то ці методи, на жаль, на сьогодні вже не приносять такого результату, який від цього очікувалося. Нам максимально необхідно працювати на упередження, на недопущення того, щоб були створені умови для здійснення порушень, особливо в державному секторі економіки. Ми тривалий час до цього йшли, це не один рік, але, власне, так, як ви сьогодні вже наголосили на тому, що рівно два роки тому було постановою Кабінету Міністрів започатковано нашу службу, реформовано Держфінінспекцію у Держаудитслужбу. Ми розпочали напрацювання цілого масиву документів, які б дозволили нам ставати на нові рейки і працювати по-іншому. В багатьох випадках я чую про те, що це є зміна вивіски, що це чергове переіменування, яке за собою, можливо, нічого і не потягне. Я не зовсім з цим погоджуюся, верніше, скажу по-іншому, це я категорично з цим не погоджуюся, тому що за цей далеко не тривалий період часу нам вдалося з допомогою європейських експертів, з допомогою наших науковців напрацювати хорошу базу і саме зараз наше перебування в цьому прекрасному місті пов'язане з проведенням навчань. В Академії державного управління регіональні відбувається трьохденний короткотерміновий семінар, де зібрані саме ті люди, які будуть здійснювати, втілювати ці реформаторські процеси в дію, саме ті, які повинні будуть проводити аудити і саме з цією метою сьогодні ми тут. Те, що це реформування буде потребувати значних зусиль, в першу чергу, всередині в кожному з нас, тому що дуже важко людям, які тривалий час використовували методику і, ну, будемо відверті, мають певну ревізорську ментальність, буде важко в самому собі зробити зміни і перейти до нових методів здійснення контролю, до партнерських методів, коли ми маємо можливість простягнути руку і запропонувати свою допомогу саме порадою. Порадою в вигляді аудиту, аудиторського звіту, в вигляді наших пропозицій. Якщо прислухаються керівники державних підприємств, де ми проводимо аудити, я думаю, це принесе користь як для держави в цілому, так і для цих підприємств. Тетяна Володимирівна, скажіть, а що зараз заважає державній аудиторській службі, власне, працювати профілактично, тобто працювати з керівниками підприємств в нинішньому законодавчому полі? Справа в тому, що ми і під час ревізії працювали із керівниками достатньо потужно, але аудит – це трошки інші методи. Це не є сутофіскальні функції, які мають на міті насамперед знайти порушення і наказати вонних осіб. Аудит – це є щось на кшталт створення системи запобіжників, яка не дозволить ці порушення вчиняти. Бо на державному рівні пишатися щорічними зростаннями обсягів порушень – це є нонсенс. Фіскальні органи держави мають ставити собі за міту запобігати порушенням, йти до того, щоб ці порушення системно зменшувались, щоб налагоджувалися фінансово дисципліни в державі, щоб управлінці приймали ефективні управлінські рішення. Тоді наша державна фінансово зміцніє, зрозуміло. Саме на це ми зараз і налаштовуємо наших аудиторів, наших ревізорів, намагаємося переналаштувати. Просто це інший вид контрольного заходу, який, відповідно, використовує зовсім інші методики, які також треба опануватися в сучасному державному секторі. Олег Михайлович, я знаю, що ви, в принципі, в действуючому законодавленому полі работаєте в цьому направлі. Расскажіть обо успіху, збільшого офісу ГОСАУДІЦСЛУЖБЫ. І наскільки, кстати, ті законодавлені змінення, які зараз відбуваються, наскільки вони скажуться на містних офісах? Смотрите, ще раз добрий день всім нашим телезрителям, спеціба за приглашення. В першу чергу, хочу сказати, що совсем недавно в першому чтенні був принят дуже важливий для нас закон 4738, який усовершенствує законодавство о публичних закупках в части осуществлении мониторинга господарственних закупок. Ми в прошлый раз з вами встречались, наверняка ви помните, ми говорили о тех огромних количествах нарушений, які ми знаходимо і які предотвращаємо в частии господарственних закупок. Т.е. дуже важливо, щоб депутати, зараз і від Одесської області депутати, мажоритарщики підтримували цей закон во второму чтенні, і ми надеємся, що до конца року він буде принят, і з 1.01.2018 вступить в дійсно. А ви общались з нашими мажоритарщиками на цю тему? Конечно. А на словах вони вам підтримували? Ну і на словах, і первое чтення, большинство з тіх, хто в зале присутував, на той момент вони підтримували. І безусловно, ми зробимо все для того, щоб підтримували в дальнішем. Я не буду сейчас в детали углубляться, хочу сказати только одно, що безусловно, вот буквально у нас же на днях була коллегія, ваші журналисты вашого телеканала тоже присутували, снимали, я смотрел передачу, ми ще раз говорили, почему так важен сегодня аудит. Я привожу очень часто достаточно простое сравнение. Пожар в жилом доме или в любом доме намного проще, дешевле, выгоднее, экономнее, рациональнее не допустить, чем потом тушить. То есть это вот принцип так называемого предупреждения, превентивных методов. Для нас он, в принципе, за тот год, которым я руковожу южным офисом госаудитслужбы, мы максимально старались эти механизмы использовать, даже если нету какого-то законодательного, например, ограничения, ничто не мешает мне дать рекомендацию руководителю какого-то государственного предприятия. Я приводил пример, который уже стал, ну, наверное, известным многим, что где-то, понимая, у нас же только недавно закончился так называемый банкопат, наконец-то он, в общем-то, закончился. Придя на работу, буквально через месяц, через полтора я подписал всем руководителям государственных предприятий, которые находятся в нас объектами операционного аудита, свою рекомендацию, что деньги нужно на депозиты и на текущие счета ложить в государственные банки или в банки с крупным европейским капиталом. Почему с европейским? Потому что американские, в принципе, в розницу не работают. Вот. Кто-то послушал, кто-то не послушал. Кто-то из тех, кто не послушал, сегодня является субъектом уголовного преследования. То есть, даже несовершенство законодательства не является такой преградой. Можно всегда просто позвонить и сказать, ты знаешь, я тебе не советую делать это и это. И я не считаю, что в данном случае есть какое-то влияние на процесс, это какой-то тыск на бизнес. Нет. В данном случае речь идет об а. законности и б. эффективности, что не менее важно, использование государственных средств. В принципе, мы стараемся работать по принципу, что тот, кто ищет, тот, кто хочет, ищет возможности, а тот, кто не хочет, тот ищет причины. Вторая часть этой пословицы это не о Южном офисе государственной аудиторской службы. Игорь Романович, скажите, еще несколько механизмов законодательных, которые, в основном, будут избегать порушениям. Как они на практике будут выглядеть? Если мы мову ведемо за законодательные механизмы запобегания, это те аудиты, которые мы пропагуем сейчас и мы начали активно в последний рік их использовывать. На сегодняшний день мы можем разделить это на две части. Есть часть порядка проведения государственных финансовых аудитов, которые уже действуют, которые уже действуют, окремя из них уже несколько лет. которые используются. И окремя новое, которое мы в этом году только начинаем разработать, вернее, уже на этапе, когда мы передали в зацикавленные органы, это, в частности, Министерство финансов России и Держэкономрозвитка, которые сейчас совершают анализ и ждем их дальнейшую передачу Кабинету Министров. Про что сейчас веду мову? Как уже сказал Олег Михайлович, очень далий и гарный приказ стосовно того, что в любом пожеже варто запобегти, в меньшем способе потом компенсировать ее результаты. Аналогично тут, мы намагаемся развивать новые направления, новые аудиты, которых до этого не практиковалось, в принципе, в нашей стране, на государственном уровне. чему вартий, например, аудит IT напрямку, аудит коштей и гарантий Евросоюзу. Когда нам иноземные партнеры доверяются, когда в экономику страны вливаются достаточно значные деньги, и наши партнеры должны быть уверены в том, что эти деньги будут использованы за призначение и так, как мое быть належно. И мы соответственно должны разработать нормативную базу, чтобы мы могли довести, что это так. Абсолютно найти слабкие места, где возможно нецельные использования или как этих коштей, которые входят в Украину. Это несколько документов, которые могу сразу озвучить. Правильно, чтобы я и наши телеклядачи понимали, что и где мова на практике. То есть законодавчо это одна справа, как она будет действовать. Тетяна Володимиревна, вопрос к вас. Насколько я понимаю, что ваше управление это своередная внутренняя служба безопасности. Что касается реформа вашего управления и каких превентивных действий стоит ждать? Не совсем так. Мой подраздел опечивается этими внутренними подразделами, которые действуют в каждом министерстве и в каждом региональном бюджете, в каждом областном администрации на сегодня. Как вы знаете, они на сегодня работают соответственно до постанови Кабинета министров и мают быть утворены в каждом центральном органе виконавчей влади. А наша служба здействует контроль за качество работы таких подразделов. До этого мы даже мали певные втручания у методологичное обеспечение таких подразделов. Сегодня мы виключно контролируем качество их работы и процедури внутреннего контроля, которые застосовывают распорядники бюджетных для того, чтобы не допустить порушения у своей деятельности. Ти внутренние регламенти, керевники, на которых покладено відповідальность с помощью бюджетного кодекса, мают разработать и запроводить в деятельности своих установ. Власне, этим опекуется не подраздел. Это не значит, что мы не привносим свой внесок в деятельность и нашей службы. Бо наши напрацювания могут также быть использованы в методологических засадах, новых методологических засадах, про которых честно вспоминал Игорь Романович. И в тей практичной деятельности, например, сейчас мы проводим навчание, мы можем на практике внутреннего аудита и працовников наших территориальных органов обеспечить певные напрацювания, которые могут быть в дальнейшем использовании практичной деятельности наших аудиториев. Взагалі, говорячи про измену подходов, вы знаете, можно сказать, что аудит изменяется кардинально от ревизии не только в том, что он не позволяет керевникам выполнять певные речи, певные порушения. Его еще можно окреслить с этой точки результатом результатом аудита и которые надеются нашим сотрудникам общества. Как они могут быть полезными? Как будет изменяться отношение людей к государственной влады руководителем Хотя, я вам скажу, что все познается в сравнении. Буквально недавно у нас на коллегии был первый заместитель руководителя госаводитслужбы Украины, и он посмотрел на мой коллектив и говорит, Олег Михайлович, я достаточно молодой коллектив. Это очень хорошо. Хотя, вы знаете, мне нравится фраза, которая еще есть с советских времен сплав молодости и опыта. Я пытаюсь это сделать. И моя вообще задача стоит такая. Я хочу сделать функционал такой, чтобы любой руководитель, придя на мое место, просто коллектив не почувствовал смены руководителя. То есть, вот я хочу сделать таким образом, чтобы это работало как машина. То есть, такую цель я себе поставил. Где-то мы находимся на пути к этой цели. Что касается, еще бы хотел сказать, действительно, мы ушли где-то от цифр по ревизиям, но когда посмотришь цифры по аудитам, то они действительно на порядок выше. То есть, условно говоря, за 10 месяцев этого года мы вернули государству порядка 62 миллионов гривен. Это очень хорошая цифра. Вот по сравнению с другими офисами, насколько эта цифра велика? Интересно сравнить всегда. За 9 месяцев эта цифра у нас была порядка 58. Это был лучший показатель по Украине. Это один из главных направлений, потому что я считаю, что можно найти на сотни миллионов, но реально нужно результат цыплят по осени считают. Поэтому... То есть, найти нарушений, да? Вопрос, сколько вернуть, да? Самое главное, как бы, нарушения, знаете, мы сегодня, позиция главы нашей службы, Лидии Владимировны Гавриловой, которая поддерживает практически все эти ключевые вещи, являются, скажем так, она зажигает нас, и мы дальше идем, двигаемся. Позиция такая, что нужно уходить от длутых цифр. То, о чем уже говорили мои коллеги. То есть, цифры сами по себе. А те деньги, которые мы вернули в экономику, это реальный резерв. За эти деньги можно построить два детских сада, например. Понимаете, да? Дальше. Но я к чему говорю, что если порядок цифр по ревизиям там определяется десятками миллионов гривен, в лучшем случае сотнями, мы там себе все равно какую-то цель поставили к концу года, то резервы по аудиту определяются миллиардами. Вот мы провели порядка 15 аудитов за 10 месяцев этого года. Это в три раза больше, почти в 4, чем за весь прошлый год. И общая сумма недополученных денег, резервов, неэффективных, принятых управленческих решений, превысила 1 миллиард гривен. То есть мы, конечно, мы аудировали крупные предприятия, такие как Морской торговый порт Ильичовс, такие как Международный аэропорт Одесса, такие как Одесская ТЭЦ, еще несколько крупных. Но общая сумма резервов реальных превысила 1 миллиард гривен. Это очень большая цифра. Поэтому действительно за аудитами будущее. Это более сложный процесс. Но ведь здесь мы еще будем ощущать, уже ощущаем конкуренцию от частного сектора в какой-то степени. Это очень интересно. Вот в контексте того, что мы сегодня проводим, наши киевские коллеги, потому завтра, например, одним из мероприятий, которое мы будем проводить, это будет круглый стол, где будут принимать участие как наши аудиторы, так и представители аудиторской палаты Украины. это структура не государственная. Есть так саморегулирующая организация, если я не ошибаюсь. Поэтому вот мы будем чего-то перенимать у них, они, наверное, чего-то будут перенимать у нас. Наша задача общая стоит не только смотреть законность, о чем я уже говорил, потому что можно провести тендер абсолютно законно. И победитель получит цену среднюю в два раза выше, чем по рынку. Абсолютно законно можно провести. А аудит делает упор именно на эффективность. Насколько правильно были использованы те или иные ресурсы, приняты и реализованы те или иные управленческие решения. Игорь Романович, или иные ресурсы с другими государственными структурами, в частности, с Антимонопольным комитетом? Конечно. У нас с любой государственной структурой постоянная взаимодействие. И последний, я не знаю, почему вы выбрали Антимонопольный комитет. У вас не только, что сказал сейчас Олег Михайлович, что можно провести законно певный тендер, но иные ресурсы, которая не будет рынковой. Так, конечно, мы с ними сповпрацюем. И даже, кроме тех направлений, которые вы все прекрасно знаете, щодо тендерных направлений, остальная наша взаимодействие или сповпрация была меньше тижни тому. Мы встречались в Кабинете Министров, когда обговорили еще один из документов, еще один из постанов Кабинета Министров, которая регламентирует, ну, я в данном случае хочу на цьому наголосить, потому что, звичайно, роль и место нашей службы, не хочу заниматься самопиаром, но это тяжело. Но, тем не менее, вертаясь к иноземным инвесторам, хочу сказать, что для наших больших государственных предприятий в Украине, обеих в которых идет на миллиарды, все хотели бы быть уверены, что их переверятят фаховые аудиторы с святым именем. И вот, власне, этот документ, про который я сейчас расскажу, с которым мы разом с Антимонопольным комитетом, это проект постанови, который выбирает критерии для тех аудиторов, которые смогут проверять эти топовые государственные предприятия. Дискуссия остальная была жаркою, но продуктивной. То есть, с каждой встречи все больше и больше работается единство всех сторон, которые работают над этими документами, над важным результатом, который мы получаем. с одной стороны, мы хотим защитить украинский рынок, чтобы не только представители топ-4 аудиторской брали участие в аудите великих государственных предприятий, а с другой стороны, хотели бы, чтобы вся общественная общественная обеспечить 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 обеспечения с обеспечения 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 законодательства не правом но санкции с точки бюджетного кодекса это это поражение просто у нас много много примеров когда обеспечения обеспечения и местный бюджет и государственный бюджет я скажу финансирование из разных бюджетов есть новый вопрос то есть понимаете прописано бюджетным кодексом какие статьи расходов из какого бюджета должны финансироваться более того прописано что должно с общего фонда финансироваться я понимаю ваш вопрос я понимаю вы задаете вопрос который наши телезрители простые обыватели но смотрите если дело касается госпредприятий то как правило сегодня в основном государственные предприятия они за редчайшим исключением работают на собственных ресурсах и в некотором случае если это не государственное предприятие например ООО или еще какое-то где 100% имеют акции государства есть еще большой вопрос подпадает оно под законы госзакупкам или не подпадает то есть это дискуссия которая в судах иногда бывает то есть если это касается госпредприятий то как правило задача А не допустить неэффективного использования если например договор заключен и мы видим что он экономически нецелесообразен мы рекомендуем РООО договор расторгнуть если уже аванс например заплачен а работы не выполнены то деньги вернуть обратно вот такая процедура здесь когда идет разговор о возмещении то есть о возврате денег то больше ведется разговор о бюджетах государственных и местных например есть закон о регулировании градостроительной деятельности по которому каждый застройщик должен платить поевой взнос да и там регулируются проценты это детали есть в Одесской области есть такие случаи что с 11 года только сейчас вот мы проверяем например некоторые районы только сейчас во время нашей проверки принимаются соответствующие нормативные акты на уровне местных советов поэтому наша задача заставить заплатить тех кто не заплатил кто добровольно хорошо значит скорее всего его не будут уголовно преследовать кто не хочет добровольно через суд и через уголовное преследование ну то есть человек порушник платит напрямую либо в бюджет территориальная кроме человека а юридично или в бюджет территориальная в зависимости от того что это за платеж если это бюджет то это до местного бюджета если какой то другой например часть неуплаты налога на прибыль сделала государственные предприятия или не перечислила те дивиденды которые по итогам года оно обязано перечислить то тогда в государственный бюджет хотя возникает еще один вопрос у каждого такого госпредприятия есть наблюдательный совет есть целый ряд других органов управления а где они были почему они на это не обращали внимание и может нужно тогда ставить вопрос перед кабинетом министров или например перед министерством если это в управлении какого то министерства например мин инфраструктуры то может быть ставится вопрос о квалификации руководителя и о квалификации тех надзирающих органов в плане аудита это очень классный рычаг влияния именно я когда подписываю аудиты и подписываю сопроводительные письма всегда пишу что в соответствии с законом таким-то таким-то если это не будет сделано мы будем ставить вопрос перед вашим руководством о соответствии с занимаемой должности вот так как правило помогает я благодарю вас за интересную студию дякую еще знаешь вы час пришли до нас приходите еще удачи дякую напомню мы сегодня говорили о реформе госаудит службы студию провел константин гречан и оставайтесь на репортере